МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Ирина Суконкина. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Все для скорейшей реабилитации бойцов. Глава Мордовии Артем Сдунов побывал в республиканском госпитале. Новая техника в столицу и в глубинку. На площади Победы прошла торжественная церемония вручения ключей от спецтранспорта. Ситуация под контролем за уровнем подъема рек в Мордовии. Следят в том числе и беспилотники. В зоопарке пополнение. Волки вывели потомство, а медведи вышли из пячки. Стимул к работе над собой. Студенты МГУ имени Огарева пообщались с чемпионами. В школу или к пациенту с комфортом и в полной безопасности. В Мордовию поступили новые школьные автобусы, машины скорой помощи и передвижной медицинский комплекс. Ключи от техники вручил глава республики Артем Сдунов. Куда отправиться новый транспорт узнала наша съемочная группа. Будущий маршрут этих желтых газелей будет пролегать между селами до школы и обратно. Они отправятся в 10 районов республики, в том числе Тенгушевский, Чалковский и Торбеевский. Селу вожу, селу в Татюнке, с Большой Ивановки, там в деревне. Ну, давно уже я работаю так водителем. С лишним 40 лет на школьном автобусе лет 15 работаю. Опытным водителем современный транспорт. Теперь юные пассажиры будут ездить в более комфортных и безопасных условиях. Новые автобусы помогут открыть 4 новых школьных маршрута и укрепить действующие. Теперь у нас появится больше возможностей совершать дополнительные поездки. Мы будем посещать театры, выставки, музеи. Мы будем чаще ездить на экскурсии по туристическим маршрутам нашей республики. И жизнь наших детей будет насыщена новыми, интересными встречами и впечатлениями. Условия работы улучшились и у медиков. Новые кареты скорой помощи отправятся в Инсарский, Отяшевский, Дубенский, Ковылкинский, Розаевский и Тенгушевский районы. Я еще раз хочу от всех нас выразить слова благодарности нашему президенту. Потому что такие инициативы, если мы вовремя все заявляемся, оформляем, работаем, они, видите, в реализации. Они обращаются в технику, в наши программы. Ну и не будем забывать, у нас еще новая станция лучевой диагностики. Очень важная, да, медицинская станция, которая позволит нам своевременные диагнозы и спасать буквально людей даже в самых отдаленных от Саранска поселках. Передвижной медицинский комплекс отправится в пятую больницу Саранска. На балансе медучреждений есть передвижной флюорограф и ФАП, а эта техника объединила и то, и другое сразу. Кроме жителей Саранска, больница обслуживает пациентов из Лямберского и Качкуровского районов. Комплекс поможет проводить обследование круглый год. Это является подарком, конечно, для каждой больницы, потому что это практически мини-больница. Мы выезжаем в любой населенный пункт, и люди могут пройти как флюорографию, а в другой части этого автобуса пройти полностью медосмотр. Три машины скорой помощи останутся в Саранске. Сразу после вручения ключей транспорт доставили до станции. Скоро они начнут перевозить первых пациентов. Режим работы машин скорой помощи, бригад скорой помощи круглосуточной, нагрузка очень большая. Ежесуточную бригаду выполняют 15, 16, 17 адресов. Машины практически не заезжают на подстанции, работают адрес больница, адрес больницы. Поэтому новые машины нужны. В прошлом году в республику поступило 27 школьных автобусов и 12 машин скорой помощи. А всего за последние пять лет автопарки, школ и больниц Мордовии пополнили почти 400 единиц автотранспорта. Ольга Данилова, Станислав Семин, Народные новости. Помочь вернуться к полноценной жизни, используя последние достижения медицины и технологий. Реабилитация участников спецоперации – вопрос актуальный. В Мордовии основной площадкой в этом направлении станет республиканский госпиталь. Его 23 марта посетил глава Мордовии Артем Сдунов. Какие условия созданы для восстановления бойцов и как будет работать система, расскажем в сюжете. Республиканский госпиталь – место, где медики трудятся над реабилитацией как ветеранов боевых действий, так и гражданского населения, а также заботятся о пожилых людях, пациентах гериатрического отделения. Именно эта больница станет главной точкой в комплексной системе по восстановлению участников специальной военной операции. Все условия уже созданы. В декабре прошлого года здесь глобально обновилось оборудование. В рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» было выделено почти 156 миллионов рублей. Эти средства потратили на закупку около 200 единиц техники. Каждый пациент при поступлении в госпиталь проходит детальное обследование. Современный аппарат УЗИ поможет быстро увидеть все патологии. Он позволяет с высокой точностью нам обследовать сердце, сосуды, брюшную полосу, щитовидную железу, суставы. Новое оснащение используют, к примеру, в лечебной физкультуре. В нее интегрировали системы виртуальной реальности. Пациент встает на стабилометрическую платформу и выполняет заданные задания на экране. Врач полностью контролирует процесс на собственном мониторе. Здесь выполняется лечение головокружений и координация пациентов в пространстве. Последствия черепно-мозговых травм и инсультов устраняют с помощью магнитной стимуляции. Она помогает восстановить двигательные и речевые функции. Магнитотерапию используют и для разработки суставов. Для эрготерапии, то есть восстановления координации движений и возможности заниматься повседневными вещами, используют роботизированные системы. Практически заново научиться ходить помогут специальные тренажеры. Один из них – роботизированный комплекс с обратной биологической связью. Он видит, как он идет, он ощущает это на дорожке, мышцы сокращаются, соответственно, формируются новые сенсомоторные связи и закрепляется правильный двигатель в стиле антифекции. У него не атрофируются мышцы, да? Мышцы не атрофируются, потому что они тоже работают. А этот пацан, главное, у него вообще ходящий сенс? Он ходит, но с нарушенной контрактой, то есть у него идет нарушение с одной стороны постановки стопы. Для восстановления работы рук и мелкой моторики тоже используют робота. Такие способы реабилитации показали свою эффективность. Работают и с самыми тяжелыми случаями. 30% пациентов, которых мы направляем сюда на реабилитацию, возвращаются уже с хорошим реабилитационным потенциалом. Ну, если говорить о дефиците, допустим, пациент по шкале реабилитационной маршрутизации, там 4 балла, то есть это глубокий, тяжелый, лежачий пациент, то в поликлинику они приходят к нам своими ногами. Еще один необычный тренажер – антигравитационная дорожка. Это один из самых современных образцов. Пациента ставим на дорожку. Здесь идет, накачивается воздух и происходит облегчение массы тела. Можно массу облегчить до 80%. Как правило, сначала пациент ходит по дорожке с облегчением массы тела. Причем на этой дорожке можно менять наклон дорожки, скорость ходьбы. Среди новой техники также терапевтический лазер и гидромассажные ванны. Обновили и кабинет медицинского массажа. Все это оборудование уже активно используется, а в ближайшее время все силы будут брошены на реабилитацию бойцов СВО. Отмечу, госпиталь рассчитан на 105 коек, 60 из них в отделении медицинской реабилитации, 45 в отделении гириатрии. Наша задача создать несколько центров, таких распределенных по всей республике, потому что, как мы уже говорили, помощь не только медицинская нужна, нужна психологическая помощь. Нужно будет работать и с теми, кто будет правильно подбирать рабочее место. Поэтому реабилитация будет у нас одним из приоритетных направлений нашей дальнейшей деятельности. Медицинская реабилитация – это еще не все. Нужно поддерживать здоровье и не забывать о социализации. После прохождения реабилитации им будет предложено посещать спортивные объекты. Мы определили спортивные объекты, это и бассейны, это тренажерные залы, это даже консультация. И будут созданы все условия. А Министерство социальной защиты будет сопровождать как человека, так и семью все время. В республиканском госпитале уже проходит курс реабилитации несколько бойцов, участников специальной военной операции. Глава Мордовии встретился с ними, узнал, как проходит восстановление и пожелал скорейшего выздоровления. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости. Мордовия стала одним из 40 пилотных регионов, где будет внедряться региональный социальный стандарт. Свод лучших практик и решений с клиентоцентричным подходом к оказанию социальных услуг. Реализацию этого проекта обсудили в Доме Республики 23 марта. В совещании с главой Республики Мордовии Артемом Сдуновым приняли участие представители Агентства стратегических инициатив и руководители министерств. В региональном социальном стандарте 13 положений. Все направлены на улучшение качества жизни. Представитель Агентства стратегических инициатив Альбина Газизулина поблагодарила главу Мордовии за личную вовлеченность в реализацию социального стандарта на территории Республики, обратную связь и проработку перспективных инициатив. В Мордовии уже работает Институт региональных сервисных уполномоченных, утверждена региональная экспертная группа. Создан Совет по качеству жизни. Его возглавляет руководитель республики. Модернизирована служба занятости, внедрены цифровые сервисы, а нужные услуги оказываются в онлайн-режиме. Вводится система долговременного ухода за серебряным поколением и инвалидами. В ее рамках людей учат заботиться о своих близких на дому. Впрочем, и в домах-интернатах им живется неплохо. Яркий пример – Ковылкинский интернат. Он открылся прошлой осенью. Созданы все условия для комфортной жизни, досуга, пенсионеры общаются, укрепляют свое здоровье и поддерживают организм в тонусе с помощью физических упражнений. А главное – всегда находятся под присмотром медперсонала. Успешно работают и практики профессиональной подготовки и цифровизации трудоустройства выпускников. Особое внимание уделяют работе с малоимущими гражданами, организации кризисных центров для детей и подростков, медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В будущем в республике планируется создать службу координаторов на базе семейного МФЦ. Участие в этом также будут принимать фонд поддержки детей и благотворительный фонд «Женщины за жизнь», который открылся в Мордовии и активно функционирует. Планируется разработать и программу, которая поможет комплексной медико-социальной помощи семьям, в которых родился ребенок с патологиями. Результаты работы уже есть. Мордовия вошла в десятку лучших по итогам обучающей программы ОСИ с проектом по трудоустройству заключенных. На территории региона совсем скоро откроется еще один экзаменационный центр. В этом году уже работают 30 осужденных, а 20 находятся в очереди. Глава Мордовии поддержал эти инициативы, отметил важность взаимодействия с агентством стратегических инициатив по этому направлению и соблюдение всех этапов внедрения регионального социального стандарта. Валерия Новикова, Народные новости. Программа действий. 23 марта состоялась отчетно-выборная конференция торгово-промышленной палаты Мордовии. На ней приняли план работы на пять ближайших лет и выбрали руководящие органы палаты. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Александр Овчинников. Торгово-промышленная палата Мордовии представляет интересы крупного, среднего и малого бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства. Она содействует развитию экономики республики. Палата организует различные встречи, реализует проекты, стимулирующие деловую активность в регионе. Ежегодно проводятся более ста мероприятий. Работу палаты высоко оценил глава Мордовии Артем Сдунов. Сейчас многие предприятия перестроились на выполнение гособоронзаказа. Артем Сдунов напомнил о необходимости полного выполнения работы, подчеркнул, что власти будут оказывать всемирную поддержку. Также глава Мордовии поблагодарил членов торгово-промышленной палаты за помощь военнослужащим, добровольцам, мобилизованным и членам их семей. Следующий этап – создание системы всесторонней реабилитации защитников России. Мы решили создать распределенную систему по реабилитации наших бойцов. Это не только в госпитале надо делать, это надо делать в спортивных залах, это надо делать и в кружковом движении, и в наших учреждениях культуры. То, что реабилитация – это не только восстановление здоровья, это восстановление психики, это восстановление веры в себя, адаптация к мирной жизни. К этому тоже надо человека готовить. Это возвращение к труду в коллективах, чтобы тоже принимали. Я прошу всех к этой работе присоединиться. В Мордовии власть, производство и предпринимательство работают сообща. Главная цель – благополучие жителей региона и развитие его экономики. Эту особенность подчеркивают и в Торгово-промышленной палате России. Отдельную благодарность хотелось бы выразить главе республики Мордовию Артему Алексеевичу. Артему Алексеевичу, с вашим приходом на пост главной республики и мы, конечно, бизнес-сообщество региона, мы видим только положительную динамику и активное развитие региона по многим направлениям. Это, прежде всего, экономика. Знаем, что экономическое развитие региона является одним из приоритетов вашей деятельности, вашей команды. На заседании были решены организационные вопросы. На должность председателя Торгово-промышленной палаты избран Ренат Раимов. Также во время конференции приняты новый состав Совета палаты и ее устав. На заседании приняли и программу действий на ближайшие пять лет. Нельзя забывать, что Торгово-промышленной палаты в своей деятельности затрагивает не только экономическую, но и социальную сферу жизни населения. Постоянный мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства региона с целью определения уровня его развития и устранения проблем, тормозящих его развитие, должен проводиться на постоянной систематической основе. Считаем, что здесь важным моментом является участие в реализации республиканской комплексной программы развития государственной поддержки малого и предпринимательства в Республике Мордой, а также оказание всяческого содействия по созданию систем подготовки, сертификации и переподготовки кадров для сферы малого бизнеса с использованием зарубежного и успешного российского опыта. В этом году в Саранске пройдет совместное заседание Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности. На него соберутся бизнесмены со всей страны. Глава Мордовии поручил организовать мероприятия, которые продемонстрируют инвестиционный потенциал Мордовии, познакомят с возможностями, планируемых к созданию в республике особой экономической зоны и промышленных парков. Вячеслав Кузьменко, Александр Овчинников, Народные новости. В Саранске с 22 по 24 марта проходит Совет Ассоциации территориальных объединений Организаций профсоюзов Приволжского федерального округа. Обсуждают актуальные вопросы защиты трудовых прав граждан, изучают опыт предприятий республики. 23 марта в Доме республики состоялась встреча главы Мордовии Артема Сдунова с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Некрасовым и участниками совета. Подробности далее. Главная тема, которую обсуждали на встрече, это развитие социального партнерства. Профсоюзы – весомая сила гражданского общества. Профорганизации налаживают диалог между властью, работодателями и работниками. Находят решения возникающих социальных проблем. Наш президент неоднократно подчеркивал, что профсоюзы – это одна из самых влиятельных сил нашего гражданского общества. И организация весомая, и история очень богатая. Самый главный, наверное, принцип – это социального партнерства. Потому что вопросов много, трудовых споров, много доводить их всех до судебных инстанций. Это, я считаю, не всегда правильно, не всегда профессионально. Надо вопросы решать, защищать интересы людей на месте. Стараться это делать в какой-то объединенной системе, что, собственно, является ассоциацией территориальных объединений профсоюзов ПФО. Сейчас профсоюзы взяли на себя еще одну функцию. Деятельность федерации выстраивается так, чтобы оказывать всю необходимую поддержку проведению специальной военной операции. Эту работу начали с первого дня СВО. Размещали эвакуированных на своих объектах санктурно-курортных. Это и Белгород, это и Воронеж, Ростов, Курск. В первые дни мы принимали сотни человек, детей, взрослых. Размещали их на своих объектах, кормили, успокаивали, обеспечивали всем необходимым. Мы уже занимаемся не просто размещением, мы реабилитацией занимаемся. Дети после бомбежек, после вместе со своими родителями, вот в нашем металлурге, в нашем санатории, имеют врачебную, психологическую помощь и так далее. В ходе заседания обсудили работу профсоюзных организаций республики. В Мордовии сформирована многоуровневая система социального партнерства. Заключено более тысячи коллективных договоров, которые определяют условия труда и социальные гарантии работников. Помогают профсоюзы добровольцам и мобилизованным. Республика Мордовия первой в России создала условия сохранения рабочих мест для граждан, которые добровольно участвуют в спецоперации. Для этого по инициативе профсоюзов были внесены изменения в трехсторонние соглашения и коллективные договоры. Участники заседания обсудили работу профессиональных союзов в условиях структурной перестройки экономики в связи с проведением СВО. Поделились лучшими практиками поддержки защитников России и членов их семей. Затронули и пути решения проблемы дефицита трудовых кадров, в том числе на промышленных предприятиях. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Мордовия 23 марта в Госсобрании Республики Мордовия завершился двухдневный слет с участием профсоюзных организаций Республики и Молодежного парламента. В обеих организациях много молодых и энергичных людей, готовых усердно работать на благо нашей Республики. Подробнее о встрече расскажут Андрей Гаврилин и Александр Овчинников. На встрече речь шла о взаимодействии профсоюзных организаций Республики с Молодежным парламентом Мордовия. Наиболее важной темой стало подведение итогов совместной работы. Государственное собрание в обязательном порядке учитывает мнение Республиканского объединения организаций профсоюзов при рассмотрении законов, опять-таки регулирующих отношения в социально-трудовой сфере. У руководства Федерации профсоюзов Республики Мордовия есть возможность участвовать в заседаниях Государственного собрания. Работа профсоюзов и Молодежного парламента сообща ожидаемо принесла положительные результаты. Многие инициативы уже притворены в жизнь. Молодые управленцы участвовали в разработке тем для разговоров о важном, а также приняли участие в организации, прошедшей 16 марта, ярмарке вакансий. Очень важным достижением, то, чем может похвастаться Республика Мордовия в Приволжском федеральном округе, является реализованная законодательная инициатива. Недавно был принят закон о патриотическом воспитании в Республике Мордовия, инициаторами которого как раз-таки выступили члены Молодежного парламента. Несмотря на то, что нас очень много, все мы разные, все мы являемся представителями разных организаций, районов нашей замечательной республики, мы работаем очень оперативно, слаженно и дружно. Возможности профсоюзных организаций постоянно растут, и их направляют в первую очередь на улучшение качества жизни населения Республики. Молодежный парламент доказал, что в этой непростой работе он готов помочь профсоюзам. Андрей Гаврелин, Александр Овчинников, Народные новости. Начался священный месяц Рамадан. В этом году он будет длиться с 23 марта по 21 апреля. В это время мусульманам положено держать пост. В чем смысл этого месяца и какие традиции его сопровождают, расскажем в сюжете. Священный месяц Рамадан – один из пяти столпов ислама. Именно в этот месяц, как считается, пророку Мухаммаду был неспослан Коран. Это время, когда мусульмане демонстрируют силу своей веры путем отказа от многих вещей. В Рамадан принято поститься, причем пост довольно строгий. Принимать пищу разрешено лишь до рассвета и после заката. Но есть и исключения – те, кто по какой-то причине не может держать пост, делают пожертвования и дают милостыню. В Рамадан ответственно следует относиться к совершению намазов. Обязателен и отказ от всех дурных мыслей. Также в этот месяц принято заниматься благотворительностью, делать добрые дела, помогать бедным. Ведь смысл Рамадана – избавление от грехов и укрепление веры. В течение месяца человек должен воздержаться и от сквернословия, воздержать свой зор на запретное. Естественно, воспитывать в себе самые лучшие нравственные и моральные качества, которые заложены в каждом человеке. Это сострадание, это милосердие, это уважение, это самое искреннее чувство и стремление к Создателю. В священный месяц Рамадан мусульмане объединяются, собираются на вечернее разговение, вместе молятся, читают Коран. Двери исламского центра и мечети будут открыты для всех. Стала наша традиция, которая досталась от наших праведных предков. Мы в этот месяц собираем людей, гостей приглашаем. Гостей разных национальностей, верований из числа прихожан, и женщин, и молодежи, и старшего поколения. Для того, чтобы в вечернее время, после восхода солнца, вместе принять трапезу. Особенная часть Рамадана и его последние пять дней в это время принято чаще посещать мечети и совершать различные виды поклонения, по примеру пророка Мухаммада. Ну а завершит священный месяц Рамадан большой мусульманский праздник Ураза-Байрам. В этот день происходит разговение. Принято давать милостыню, приглашать в дом гостей, помогать бедным, дарить подарки. Ирина Семенова, Анастасия Кулагина, Станислав Семин. Народные новости. В Саранском зоопарке из спячки вышли медведи. Сейчас гималайский медведь Эдгард и бурый медведь Миша чувствуют себя отлично. Они активны и готовы к общению с посетителями. Но это не единственная радостная новость, которой готовы поделиться в зверинце. О пополнении в семействе канадских волков сотрудники зоопарка готовы рассказать всем гостям. Проснулись косолапые три недели назад на Масленицу. Чувствуют они себя отлично, свободно передвигаются по вольеру и принимают лакомства. В период адаптации рацион у мишек усиленный. Их кормят кашами, фруктами и овощами. Гималайский медведь Эдик от осна отходит не так охотно, как его сородич. Он не часто выходит к посетителям, пока мишка адаптируется к солнечной погоде. Медведи у нас достаточно взрослые. У нас бурый медведь это Миша. Ему сейчас на данный момент около 22 лет. Он у нас живет тут с открытия зоопарка. И Эдик это гималайский медведь. Ему сейчас около 13 лет. Медведи данных видов обитают на территории Российской Федерации, только в различных регионах. Бурый медведь в том числе обитает на территории Мордовии. На этом радостные новости из саранского зоопарка не заканчиваются. Во время зимовки обитателей здесь прибавилось. 14 февраля у семейства канадских волков умки из этой родилось шестеро щенков. Четыре самца и две девочки. Довольно долго заботливая мама-волчица берегла их от посторонних глаз. Однако сейчас малыши уже подросли, стали смелее и активно набирают вес. На данный момент чувствуют себя хорошо. Им уже полтора месяца. Бегают, выходят и уже кушают мясо со взрослыми животными. За зимний период животные соскучились по вниманию и угощениям. Так что можно с уверенностью сказать, саранский зоопарк ждет гостей. В Мордовии по состоянию на 23 марта подтопленными остаются 9 низководных мостов, а также десятки приусадебных участков. За ситуацией в круглосуточном режиме следят специалисты. Организованы лодочные переправы, дежурят спасатели. В нескольких районах республики мониторинг осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Анастасия Целигина расскажет подробнее. В небе над Ковылкинским, Краснослободским, Теньгушевским и Темниковским районами можно увидеть беспилотный летательный аппарат. Пугаться не стоит. Это спецтехника Чрезвычайного ведомства Мордовии. И нужна она для того, чтобы контролировать паводковую ситуацию на территории указанных муниципалитетов. На территории республики работают специалисты отдела беспилотных летательных аппаратов Центра лидера МЧС России. Работы проводятся с целью мониторинга паводковой обстановки во избежание небылоприятных последствий затопления населенных пунктов. На основе результатов авиаполетов будут созданы 3D-модели рельефа и ортофотопланы местности. Выбор местности для полетов не случайен, ведь именно в западной части республики снег сейчас тает особенно активно, что приводит к вскрытию рек. Беспилотник способен находиться в воздухе 2 часа при этом. Дальность связи канала управления достигает 50 километров. Такое детальное изучение местности позволяет заранее понять, какие объекты попадают в зоны риска, а значит подготовиться к грядущему паводку и сконцентрировать внимание на этих населенных пунктах. Все полученные данные передаются в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС. Анастасия Целегина, Народные новости. Масштабную программу капитального ремонта учебных заведений «Модернизация школьных систем образования» реализует Минпросвещение и Минстрой России вместе с регионами страны. В одной из школ столицы Мордовии, которая участвует в федеральном проекте, 23 марта побывали Руслан Савойский и Сергей Соколов. В Саранской школе номер 37 с января этого года в разгаре капитальный ремонт. Семь сотен ее учеников пока распределены по соседним учебным заведениям. Однако к первому сентября вернутся в родные, хотя и существенно преобразившиеся стены. Их ждут совершенно новые условия для учебы и дополнительного образования. Нужно отметить, что строители используют современные материалы и новейшие технологии. А это позволит в дальнейшем осуществлять учебный процесс в комфортных и безопасных условиях. Строители трудятся полностью в соответствии с графиком. Работают на совесть, понимая, какая важная задача стоит перед ними. Уже заменены все окна, сделана стяжка полов, полностью отремонтирована кровля. Сейчас идет установка панели в кабинетах и коридорах. Чуть позже обновление ждет система отопления и водостабжения. Важно, что практически каждую неделю вместе с руководством школы контролируют качество работы и родители. С самого начала, когда стало известно о ремонте школы, была создана инициативная группа из учителей, представителей администрации, родителей и учеников этой школы. Нами обсуждались различные дизайнерские решения, какие могут быть использованы в ремонте школы, ход проведения ремонтных работ, какие ремонтные работы. Все это обсуждалось. И поэтому теперь нам интересно посмотреть, как выполняются данные работы. И мы периодически интересуемся, приходим и смотрим. Нас, как родительское сообщество, все устраивает. Всего в 2023 году в республике в рамках государственной программы планируют отремонтировать 19 школ в Саранске и муниципальных районах. Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие, закупка оборудования и повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду. Руслан Савойский, Сергей Соколов. Народные новости. 23 марта в республиканском противотуберкулезном диспансере прошла пресс-конференция под девизом «Да, мы можем покончить с туберкулезом». Ее приурочили ко Всемирному дню борьбы с этой болезнью. На пресс-конференции присутствовали не только медики, но также представители Роспотребнадзора и ФСИН Республики. Тема беседы – туберкулез как болезнь и прогресс, которого удалось достичь в его лечении. Надо отметить, что заболеваемость и смертность от туберкулеза ежегодно снижается. Это результат грамотной и системной работы специалистов. Есть федеральные поставки лекарственных препаратов. С регионального бюджета выделяют деньги для приобретения лекарственных препаратов в необходимом объеме. То есть проблем с лечением у нас нет. Работа направлена на профилактику заболевания. Очень много уделяем профилактическим мероприятиям. Это выезды в составе врачебной бригады в районы Республики. Это флюорографический осмотр населения нашего. У нас имеется передвижной флюорограф. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Накануне праздничной даты заслуженные награды вручили тем, кто находится на передовой этой борьбы. Они лечат, спасают жизни, возвращают здоровье, морально поддерживают своих взрослых и маленьких пациентов. А поддержка им очень нужна. Воздоровление занимает довольно много времени. С этой же целью республиканский противотуберкулезный диспансер объявлял конкурс для саранских младшеклассников. Они вложили всю теплоту души в рисунки для пациентов-диспансера. После этого совещания, после этой конференции рисунки будут переданы каждому больному. От детей, которые желают дальнейшего, быстрейшего выздоровления нашим пациентам. Рисунки разные и красочные, грамотные. На современном уровне развития медицины туберкулез не приговор. Однако важно помнить, чтобы полностью и максимально быстро выздороветь, важно обнаружить болезнь вовремя. Лучший способ сделать это ежегодная диагностика, флюорография для взрослых, манту, диаскин-тест или рентген для малышей. Валерия Новикова, Владимир Надькин. Народные новости. У природы нет плохой погоды. Если знать точный прогноз, от любых ее капризов можно себя защитить. 23 марта отмечают профессиональный праздник те, от кого эта самая точность напрямую зависит – метеорологи. О людях, которые каждый день стремятся понять и предсказать природные явления, расскажем в сюжете. Просмотр прогноза погоды на следующий день или неделю – своеобразный ритуал почти для каждого. Ведь так или иначе, но большинство планов связаны с погодными условиями. Выявить и точно прогнозировать неблагоприятные природные явления – задача не из легких. Но с этой задачей каждый день справляются метеорологи. Работники Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды всегда необходимы. И школьникам, и пенсионерам, и дворникам, и министрам важно и нужно знать, какие сюрпризы приготовила нам погода. Труд метеоролога требует точности, внимательности и любви к профессии. Ведь без этого в прогнозе легко ошибиться. Человек, который к нам приходит, должен много знать, должен соображать, должен с математикой дружить, потому что у нас очень много всяких расчетов. У нас наблюдения ведутся в круглосуточном режиме, на станциях, на постах. Там люди постоянно никуда не уходят, они работают сменными. Многие службы уже никуда нельзя, не отходят ничего. Обязательно у нас люди, они должны быть здесь, чтобы следить за прохождением вот этих телеграмм, за раскодированием, за сбором информации. Каждый день работа в гидрометцентре кипит. Исключение не составил и профессиональный праздник. Прежде чем свежий прогноз будет опубликован, множество людей собирают данные, а затем обрабатывают их. Передача информации в спокойное время происходит раз в сутки. Но вот во время паводка увеличивается и число сотрудников, и частота передачи данных. На постах у нас, на гидрологических, у нас 9 постов. Люди работают то же самое в круглосуточном режиме в это время. Там даже дополнительных людей нанимают, чтобы уже следить, чтобы ничего не проследить, ничего не пропустить. Во время паводка и утром, и вечером данные передают, следят за подъемом уровней воды. В синоптике уже прогнозируют, какая температура воздуха ожидается, и когда нам ждать уже такого интенсивного снеготаяния. Природа – дама капризная. Порой ей все же удается обвести метеорологов вокруг пальца. Однако в большинстве случаев прогнозы сбываются. Жители Саранска благодарят специалистов за их нелегкий труд и с улыбкой поздравляют с профессиональным праздником. Как бы вы поздравили метеорологов с профессиональным праздником? Как и всех людей, желаю здоровья, мирного неба над головой, а для нас побольше точных прогнозов. Я их поздравляю, что они стараются для нас сделать погоду все намного точнее. Спасибо им за прогнозы. Хорошего неба над головой, солнечной погоды, настроения. А погода не может не радовать. Март в этом году по-настоящему весенний месяц. И в ближайшую неделю нас ждут еще более теплые деньки. В этом году у нас температура воздуха в первой декаде превышала норму на 3-4 градуса. Во второй декаде на 3-5 градусов. Вот в третьей декаде мы ожидаем, что превышение уже составит на 7-10 градусов нормы. И вот этот будет температурный режим характерен для конца апреля, начала мая. Представляете, насколько мы идем с опережением, как нам вот Март себя показывает. Анастасия Кулагина, Валерия Новикова, Владимир Надькин, Станислав Семин. Народные новости. В МГУ имени Агарева прошла встреча с прославленными спортсменами. Студенты задавали вопросы чемпионки по легкой атлетике Ирине Приваловой и олимпийскому чемпиону по метанию молота Дишлоду Назарову. Подробности далее. Из легкоатлетического манежа в зал заседаний университета. За несколько часов до встречи со студентами олимпийская чемпионка Ирина Привалова открыла всероссийские соревнования «Шиповка юных». Гостья Мордовии, многократная чемпионка мира и Европы, один из лучших спринтеров мира. Студенты не упустили возможности задать вопросы опытной спортсменке. Разговор затронул практические и психологические аспекты тренировок, а еще Ирина Привалова отметила высокий уровень легкоатлетов из Мордовии. На самом деле, те спортсмены, которые здесь были, я многих знаю, потому что они находятся в сборной команде России по легкой атлетике. Я некоторых награждала на прошедших соревнованиях этой зимы. Я считаю, что то внимание, та инфраструктура, которая выстроена, и тот алгоритм, который задействован для того, чтобы возрастить этих спортсменов, он лучше, и надо брать пример с Республики Мордовия. Своим опытом со студентами делился и олимпийский чемпион по метанию молота Дилшот Назаров. Знаменитый легкоатлет приехал в Мордовию по приглашению ректора университета Дмитрия Глушко. Договоренность была достигнута в ходе визита делегации Мордовии в Таджикистан. Я думаю, что такие встречи надо проводить почаще, потому что я, когда был тоже начинающим спортсменом, мне всегда было интересно выслушать звезд, людей, тех людей, которые достигли в спорте высоких результатов. От них может какие-то секреты узнать, приобрести какой-то опыт. Разговор получился искренним и открытым. Также во время встречи наградили лучших спортсменов-огорёвцев. В марте этого года они выступали на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике в Ярославле. Команда университета заняла второе место. Долго готовились к данному старту, потратили много сил и энергии и выступили достаточно достойно. Этому мы рады. Спасибо нашему вузу за то, что он нас поддерживает, ценит и создаёт условия, чтобы мы продолжали тренироваться и показывали достойные результаты. Также было много сказано о спортивной жизни МГУ имени Огарёва. Такие встречи – ещё один стимул к работе над собой. Живое общение с чемпионами даёт понять – к большим победам может прийти каждый. Однако ждёт студентов и практика – мастер-класс от Дилшода Назарова. Ольга Данилова, Данила Дёмин, Станислав Сёмин. Народные новости. На этом у меня всё. Далее вас ждёт прогноз погоды. В студии была Ирина Секонкина. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!